МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Мэтр. Интернет-версия программы доступна на нашем Ютьюб-канале, а также в наших группах в социальных сетях. В студии Виталий Рыжков. Глава Мариел Александр Евстифеев принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета России по вопросу развития жилья и комфортной городской среды. Участники встречи рассмотрели задачи по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в регионах, эффективному использованию земель для строительства с совершенствованием механизмов финансирования. В повестку дня также вошел вопрос переселения граждан из аварийного жилья. Как отметил помощник президента России Игорь Левитин, улучшение жилищных условий и формирование городской среды остаются приоритетной задачей для субъектов России. С основным докладом выступил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. По его мнению, регионам необходимо проработать вопрос снижения ипотечных ставок по кредитам, что позволит стимулировать граждан к приобретению жилья в новостройках. Глава Мариэл Александр Евстифеев, комментируя итоги заседания, отметил, что для республики важным остается вопрос платежеспособности населения. Все субъекты заинтересованы в том, чтобы обеспечить задание президента по вводу жилья. У нас эта проблема, она, в общем, затрагивает одного важнейшего показателя. Рустам Нургалеевич, подводя итоги, сказал об этом. Это платежеспособность населения. Потому что, если население или хозяйствующие субъекты в интересах своих работников будут приобретать достаточное количество метров жилья, то, конечно, рост продаж, а значит и рост потребностей, а значит и рост строительства будет увеличиться. Вопросы, которые этому способствуют, это разумное администрирование, это выделение земельных участков, это оптимизация строительной отрасли, это оказание возможной предусмотренной законом помощи строительным компаниям, это, в общем, организация деятельности, направленной на обеспечение инфраструктуры и так далее, и так далее. Все это вопросы достаточно сложные, и вот ровно этому посвящено было совещание, и ровно этим мы будем заниматься каждый день в своей текущей деятельности. Жители Мариел стали более бдительно относиться к возможным фактам проявления коррупции. Это отмечено в социологическом исследовании, проведенном в республике в прошлом году. В нем приняли участие почти 800 жителей городов и сел региона. Итоги исследования были приведены на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции, прошедшем в Йошкар-Оле под руководством первого заместителя председателя правительства республики Степана Воронцова. Как было отмечено, в прошлом году в регионе была проведена правовая экспертиза почти 2000 муниципальных нормативных актов. Фактически в каждом третьем из них были выявлены положения, которые могли бы способствовать проявлению коррупции, если бы документы были приняты. С подробным докладом о деятельности в области противодействия коррупции сможет ознакомиться каждый житель региона. Его текст будет опубликован на официальном интернет-портале правительства республики в ближайшее время. Горно-марийский кровец официально стал национальным брендом республики Мариэл. Напомню, Федеральное агентство интеллектуальной собственности зарегистрировало соответствующий патент. В пятницу в Йошкар-Оле состоялась символическая презентация бренда. Традиционный мясной пирог, испеченный в старинной печке, представили в Национальном музее имени Евсеева, угостив им членов правительства региона и журналистов. Кровец попробовал и сенатор от Мариэл Константин Косачев. Его участие в презентации далеко не случайно. Регистрации бренда предшествовала сложная работа в Совете Федерации, а также различных министерствах и ведомствах. Есть такая категория, как наименование мест происхождения товаров. Она является одной из норм федерального российского законодательства. Соответствующие решения на финальном уровне принимает Роспатент, но до этого в каждом случае по каждому из этих товаров проходит очень тщательная экспертиза в соответствующих министерствах и ведомствах для того, чтобы установить уникальность того или иного продукта или товара. И это достаточно сложная процедура. И за все существование Российской Федерации с 1991 года эту процедуру прошло порядка 70 или 80 наименований. Не более, вот за 25 лет. За 20 уже у нас 8 лет. Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, в начале прошлого года, в начале 2018 года, предложила сенаторам побороться за то, чтобы уникальные продукты, товары из их избирательных округов, из их субъектов Федерации все-таки находили справедливые отношения со стороны Роспатента, со стороны федерального законодательства. И она сформулировала задачу весьма жестко, чтобы каждый член Совета Федерации, а нас в Совете Федерации, соответственно, по 2 человека от 85 субъектов Федерации, значит 170 человек, чтобы каждый до конца года добился регистрации хотя бы одного такого товара с его наименованием. Мы вместе с правительством, с руководством республики в эту работу включились, что называется, с обеих сторон. И в последний рабочий день 2018 года, 29 декабря, суббота, вышли из Роспатента с решением по этому месту наименования товара горно-марийский кровец. Гостям в музее рассказали историю пирога и его рецепт. Кроме теста, в него входят несколько видов мяса, лук и крупа. Отправляя в печь, кровец обкладывают капустными листами. Традиционный мясной пирог пекут по любому важному поводу. На рождение первенца, на свадьбу, на проводы в армию обязательно готовят кровец на любой семейный праздник. Обряды, календарные праздники, всегда на столе главное блюдо – это кровец. И для сочности в старину еще поверх пирога клали снег. До сих пор даже в некоторых деревнях эти традиции сохраняются для того, чтобы пирог стал сочным, вкусным, так как томится очень долго, несколько часов, от 4 до 6 часов традиционно. И для того, чтобы он не высох, не засох, чтобы был сочным, кладут снег. Горно-марийский кровец – не единственный бренд, продвижение которого идет на федеральном уровне. В данный момент на рассмотрение документа на три других наименования – марийские гусли, сыры одного из местных производителей и марийский подкоголь. В случае с продуктами питания регистрация бренда представляет собой особую сложность. Рецептура и качество тщательно проверяются. Попробовав горно-марийский кровец, Константин Косачев поздравил студентов республики с Днем Российского студенчества, который празднуется с 1755 года. Тогда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. В качестве официального праздника в Российской Федерации 25 января стало Днем студента в 2005 году, когда соответствующий указ был подписан Владимиром Путином. В Йошкарале студенты Марго отметили День студента в Ледовом дворце Мариел, где прошел фуршет, на котором чествовали лучших студентов и аспирантов опорного вуза республики. Для нас, для людей, для которых студенчество уже в прошлом, очень важно в этот день быть вместе со студентами, говорить им о собственном опыте, о собственном восприятии жизни и раз за разом возвращать каждого из тех, кто нас слушает, к очевидной мысли, что эти годы для каждого из студентов определяют всю его последующую жизнь. Это, конечно, самые лучшие годы в жизни, но это при этом и решающие, самые главные годы в жизни, от чего будет потом зависеть и судьба тех, кто сейчас учится, и судьба окружающих, которые либо будут доделывать за нерадивых студентов то, что они недоучили и прогуляли, либо, наоборот, будут пользоваться успехами тех, кто учился на отлично, тех, кто брал от своей студенческой жизни все, что только возможно. После официальной части праздник продолжало яркое шоу. Прозвучали поздравления императрицы Елизаветы и графа Шувалова, после чего состоялся сеанс массового катания на коньках. За неделю в Мариел зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев ОРВИ, что на 30% ниже эпидемического порога. В целом, ситуацию в регионе эпидемиологи оценивают как спокойную. Тем не менее, в республике постепенно увеличивается удельный вес заболевших гриппом. Как защитить себя и своих близких от вируса? Никогда ожидается пик заболеваемости. Ответы в нашем материале. Несмотря на то, что грипп тоже можно отнести к вирусным инфекциям, опасен он в первую очередь своими осложнениями. Поэтому крайне важно не пропустить начало заболевания и вовремя отличить его от прочих респираторных инфекций. Сделать это несложно. Грипп, как правило, появляется внезапно и сопровождается очень высокой температурой. На сегодня у нас 21 случай лабораторно подтвержденного случая гриппа. Из них 13 детей. Могу сказать, что среди этиологических факторов, конечно, больше сейчас вызывается вирусом H3N2. Тем не менее, все-таки 5 случаев у нас тоже есть обусловленных пандемическим, так называемым, свиным гриппом. И здесь я бы хотела отметить, что данный штамм вируса гриппа, он коварен тем, что очень часто вызывает осложнения, особенно у лиц с хронической патологией и у беременных женщин. На интенсивности ПИД-процесса в регионе в первую очередь сказывается та иммунная прослойка, которая была создана специалистами перед сезоном. На сегодня в Мариел привито от гриппа более 40% населения. А вот почти 60% защиты от гриппа не имеют. Чтобы не допустить широкого распространения вируса, уже с 16 января в поликлиниках и больницах республики введены ограничительные мероприятия. Очень хорошая и эффективная мера – это распуск классов, отдельных групп в детских садах. При отсутствии в группах или в классе 20% детей по причине заболеваний ОРВИ и гриппом. Эта мера достаточно эффективная и в данном случае у нас эта мера широко практикуется. Обычно класс или группа распускается на 7-дневные такие, неочередные каникулы и, конечно, тоже позволяет снизить интенсивность ПИД-процесса. Между тем, пока поликлиники республики не переполнены пациентами, что подтверждает слова специалистов о том, что эпидемии в регионе нет. Пик заболеваемости в этом году, по прогнозам эпидемиологов, придется на февраль. Поэтому у тех, кто по каким-либо причинам до сих пор не привился против гриппа, еще есть время это сделать. Еще не пик заболеваемости. И можете у нас обратиться в поликлинику и привиться на платной основе вакциной. Качественно очень. Вакси-грипп. Но самое главное, чтобы пациент был здоров и в окружении его не было больных людей, чтобы успел сформироваться иммунитет. Иммунитет сформируется в течение двух недель. На сегодня точно установлено, что все циркулирующие штаммы гриппа, которые сегодня мы выявляем микробиологическими методами, они полностью совпадают с вакцинными штаммами. Это говорит о том, что вакцина эффективна и она даст нам хорошую защиту. И если уж говорить о тех заболевших гриппом, которые у нас на сегодня есть в республике, они все были непривиты. Чтобы защитить себя и своих близких от вирусов, лучше избегать мест с массовым скоплением людей, общения с больными и не стесняться носить маски в общественных местах. Наиболее подвержены заболеваемости дети, пенсионеры, а также люди с хроническими заболеваниями. Нужно прежде всего одеваться по погоде. Потому что видишь, что студенты иногда в осенней обуви и очень легко одеты, они простывают. И в первую очередь это простудный фактор. Нужно стараться принимать витамины, питаться, чтобы в рационе было сбалансированное питание, не ходить голодным. Одним из факторов, которые способствуют простудным заболеваниям, являются стрессы. То есть стараться по возможности избегать стрессы. Финал интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди учащихся 8-11 классов пройдет 4 и 5 марта в Йошкар-Оле. Ребята будут состязаться в робототехнике, программировании, решении изобретательских задач, а также поиграют в что, где, когда. Муниципальные этапы олимпиады проходят в течение января, региональные в феврале. Честь каждого региона будет защищать команда из 12 человек. Регион-победитель получит кубок полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и диплом. Дипломами и кубками также наградят призеров Олимпиады. Все школы искусств МРИЛ до 2023 года получат новые музыкальные инструменты. Совместная программа реализуется Министерством культуры Республики совместно с Федеральным Министерством промышленности и торговли. Так, согласно распоряжению правительства страны, в прошлом году региональный Минкульт приобрел 18 новых пианино Николай Рубинштейн и Михаил Глинка, изготовленных в Петербурге. Струнно-музыкальные инструменты распределяются между республиканскими и муниципальными музыкальными школами. Первые пианино уже поступили в школы искусств. Прямо в вестибюле едва с нового инструмента сняли пленку директор школы искусств имени Чайковского Николай Ромашов первым касается клавиш. И сразу же выносит вердикт – инструмент звучит отлично, даже без настройки. Покупка нового фортепьяно для школы – важное событие. Последний раз здесь обновляли инструментальную базу больше 30 лет назад. Срок службы пианино довольно долгий – несколько десятков лет, но все же не бесконечный. Рано или поздно любой инструмент вырабатывает свой ресурс. К тому же на новом фортепьяно и учиться приятнее. Эта программа, которая сегодня реализуется Министерством культуры, правительством, это, конечно, большой плюс для того, чтобы школы начали заниматься на новых инструментах, инструментах нового поколения, так как мы последние инструменты покупали еще в советский период. Работаю 31-й год в школе, знаю всю обстановку, знаю, что нуждается школа республики очень, намного, может быть, даже больше, чем мы, что это хороший подарок нам, значит, сегодняшний, можно сказать, музыкальный праздник. Всего в этой школе искусств обучаются по разным направлениям около 250 детей. Фортепьяно – традиционно самый популярный инструмент у ребят. Он же один из самых дорогостоящих. Цена пианино – около 500 тысяч рублей. Поэтому именно в этих клавишных инструментах школы нуждаются больше всего. Всего для республиканских учебных заведений закуплено 18 инструментов. Новенький пианино появится как в столичных, так и в районных школах. Все инструменты серии Николай Рубинштейн изготовлены на российской фабрике «Аккорд». Причем на этом программа по техническому оснащению музыкальных школ не закончена. В рамках национального проекта «Культура» в 2020 году нашей республике выделено 16 миллионов рублей. И также будут закуплены музыкальные инструменты, уже не только пианино, но те музыкальные инструменты, в которых нуждаются наши музыкальные школы и школы искусств. Хочу напомнить, что в 2020 году мы на эти средства часть средств выделим музыкальному училищу на покупку рояля «Стенвэй» для концертного зала. В 2022 и 2023 году программа продолжится, и еще по 16 миллионов рублей будут выделены. Поэтому я надеюсь, что за эти годы, до 2023 года, максимально будут обеспечены все наши учебные заведения, школы искусств, музыкальные школы музыкальными инструментами, и потребность мы закроем. Талантливых детей в республике поддерживают. Зрители уже могли познакомиться и с всемарийским детским хором, и с всемарийским детским духовым оркестром. А теперь в планах создать и детский симфонический оркестр. То есть среди юных музыкантов появятся и те, кто играет на струнных инструментах. Услышать и оценить силу таланта юных исполнителей и вокалистов мы с вами сможем уже в начале июня. Школьники МРИЛ смогут проводить экскурсии по родному краю. В Ёжкороле проходит вторая сессия Республиканской школы юных экскурсоводов. Проект организован детско-юношеским центром «Роза ветров» и Национальным музеем имени Евсеева. Как подготовиться к экскурсии и как правильно расположить экспозиции. Это и многое другое подростки изучают на лекциях, а затем закрепляют знания на практике на базе Ёжкоролеинских музеев. Туристским кривическим движением уже в этом году будет как пять лет занимаюсь я. Началось все с туристских кривических слетов в 2015 году, где я впервые побывал. Мне очень понравилось, заинтересовало. Понравилось слушать экскурсии, которые ребята приготовили. Я решил продолжать в этом же духе. Также побывав на различных экскурсиях в городах России, мне заинтересовало, как они составляются, как они проводятся, что и как для них этого нужно. И решил попробовать себя в школе экскурсовода в этом году. Слушателями школы экскурсоводов стали 29 школьников из шести муниципальных образований республики. Это Волжский, Ёжкорола, а также Кужинерский, Сернурский, Змениговский и Медведевский районы. Отмечу, обучение юных экскурсоводов бесплатное. По окончании школы дети получат сертификаты, что даст им возможность быть волонтерами и осуществлять сопровождение туристов на различных площадках региона. Морозы сохранятся в выходные, а затем регион ожидает потепление. В субботу погоду будет определять скандинавский антициклон. Предстоящая ночь может стать самой холодной на этой неделе. В воскресенье усилится юго-восточный ветер, поэтому, несмотря на заметное повышение температуры воздуха, ощущаемая температура все еще останется довольно низкой. Ветрено будет и в понедельник. В этот день к нам подойдет зона осадков, которая принесет снегопады в центральные регионы России. А в середине следующей недели ожидается теплый фронт атлантического циклона. Поэтому в последние дни января не исключена оттепель с мокрым снегом, возможен и дождь. По предварительным прогнозам, февраль начнется с комфортной погоды, с солнышком на небе и без осадков. Термометры покажут от 3 до 8 градусов мороза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова